Сейчас мы хотим дать слово нашим гостям. Кто готов? Очень хочется пригласить председателя Союза мусульманок России, Нейлюзи Ганшину. Благодарим вас, что приехали к нам на форум. Спасибо. Действительно, женственное мероприятие. То есть название нашей встречи соответствует по всем критериям. Здесь собрались самые красивые, самые элегантные женщины. И я в восторге. В восторге от того, что мы встретились. В восторге от того, что мы обменялись опытом. Поговорили. Наметили планы. Это прекрасно, когда ты уже знаешь, сколько у тебя сил, возможностей. И в каком направлении еще будешь двигаться. Обогатили свой багаж. Это, наверное, дорого. Как Гульбика Ханам говорит, дорого стоит. Хотя для нас это одно удовольствие. Гульбикан, тебе успехов. Молодец, умница, обаятельная, располагающая к себе, привлекательная дама. Еще любимая жена, мама детишек, творческих успехов, семейного благополучия. Вот такого хочу пожелать. И, конечно же, чтобы команда всегда была рядом, всегда поддерживала. Для организаторов, для тех, кто объявляет о новых проектах, это очень важно. Когда вокруг тебя вот такие инициативные, ни в чем не дающие, ни в каких вопросах отказа, люди. И рядом с ними нам легче. Всегда. А так, хочу поблагодарить. Поблагодарить и еще раз пожелать нам встречи. Встречи в любом регионе Российской Федерации. Куда бы нас ни пригласили, давайте все соберемся и приедем. Конечно же, я тоже со своей стороны сейчас буду немножечко подготавливать почву, чтобы получилась возможность организации мероприятий. Не все время возможности бывает в финансовом плане в одном городе встречаться, но в различных городах, девочки, можно пробить. Поэтому ждем предложений. Будем объявлять о мероприятиях. Тоже поддерживайте, приезжайте. И, конечно же, давайте вместе работать. Вот девочки молоденькие еще вроде бы и начинают свою деятельность, но они уже выступают. Сила деятельности в объединении, как прекрасно сказано. Конечно, у всех есть амбиции. Каждый говорит «я, я, я». Есть, конечно, такой момент. Но когда исключаешь из своего лексикона слово «я» и говоришь «мы» вместе, давайте, еще лучше получается. Еще мощнее мероприятие организовывается. И, наверное, в этом и благо для всех. Благо того, что каждый получает душевное удовлетворение, радость и добавляет себе силы. Это очень важно. Спасибо, девочки, что вы есть. И давайте вместе работать, иншаллах. Спасибо, спасибо, я здесь. Спасибо, Резакева Харен. Вам за приезд, за поддержку, за то, что вы всегда с нами. А сейчас у нас для наших всех гостей небольшой сюрприз. Сейчас для вас выступит с нашим национальным башкирским танцем студия «Гузель Дэнс». Спасибо, Резакева Харен. 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 Здесь «�е Харен». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вроде готовилась, но когда я на вас смотрю, теряюсь, мне кажется, что все это уже не нужно бессмысленно. Но тем не менее, попробую собраться в кучку. Мы сегодня говорим о чем? Основная тема наших разговоров, наших дискуссий о чем? О женственности. А что такое женственность? Слово-то есть, а что оно в себя включает и с чего оно состоит? Кто скажет? Гармония души и тела. Ага, что еще? Грация, доброта. Мудрость, смиренность. Что еще? Нежность. Увеселение для мужчин. Что еще? Успокоение. Любовь ко всем. Потребность выращивать такое состояние. Доброта. Доброта. Что еще? Что еще включает в себя слово «женственность»? Столько уже всего сказали, что может быть и достаточно. На самом деле это слово более-более многогранно, но мы остановимся на том, что сказали. Я бы добавила еще принятие прощения и милосердия. Давайте с вами поделаем несколько упражнений, которые нам пригодятся в жизни, практических, чтобы у нас были не просто разговоры, но и практическая польза для ума, для тела и вообще для жизни. Вспомните, пожалуйста, человека, с которым вам сложнее всего общаться в жизни. Вспомнили? Пожелайте ему мысленно чего-то такого приятного и хорошего, что вы бы пожелали себе. У кого получилось? Поднимите руку. У кого не получилось? Бывает так, что с людьми, которыми нам сложнее всего общаться, нам внутри не хочется ничего хорошего, желать не делать, потому что у нас по каким-то причинам сложилось к нему неприязненное отношение. Человек на самом деле ни при чем, это наше отношение. Соответственно, если кто-то нам делает что-то неприятное, это не он, а это мы так воспринимаем его поступки. Поэтому если мы наберемся не знаю чего и пожелаем этому человеку мысленно что-то хорошее, то у нас отпускает, у нас начинают налаживаться отношения. Вот этот сам момент, переступить через свое эго и пожелать что-то хорошее, вот если этот шаг сделать, то потом очень здорово. И если практиковаться, то в нашем окружении не будет людей, с которыми нам сложно. Попробуем вспомнить еще какого-то человека, с которым вам сложно. Потренируемся дважды, чтобы запомнить. Вспомнили? И теперь тоже пожелайте ему чего-то самого хорошего, чего вы пожелаете себе. Ага, получилось? Отлично. Теперь вспомните человека, который сделал вам что-то неприятное, а такое вот, что прямо аж... Если было такое, у нас в жизни бывает по-разному. Если такой человек есть, и если, может быть, сейчас, тогда, когда-то, давно человек что-то сделал, вспомните его и попросите у него прощения. Угадайте, за что? За то, что обиделся на него, еще за что? За что еще можно попросить прощения у человека, который... За то, что я тебя осудила, ага, еще за что? За то, что я тебя довела до того, что ты сделал или сделала. За то, что я тебя не понимаю. За что еще? За то, что я не принимаю твое поведение. Ага. За то, что бросила без причины. За то, что бросила без причины. Ага. За что еще? Ну, я думаю, что на сейчас достаточно. И можно за все это, если это относится к той ситуации, попросить у человека прощения. Мы в итоге, может быть, и плакать будем, а что в этом плохого? Насколько я знаю, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалим, плакал очень много, потому что он переживал за нас. А Всевышний его послал нам для чего? Для того, чтобы мы на его примере учились облагораживать свой нрав. Потому что лучшим из нас является кто? Тот, кто лучше нравом. Поэтому, если мы вдруг будем плакать от того, что мы совершали поступки, может быть, за которые нам стыдно, это очень хорошо. Это искреннее покаяние, это то, что нам в жизни критически важно и необходимо. Так что сейчас минута для того, чтобы попросить прощения у человека, который сделал нам что-то неприятное. Я думаю, что у нас получилось. А теперь еще вспомните человека, который сделал еще что-то неприятное. Я понимаю, что в нашей жизни бывают люди, которые нам приятны, а бывают, которые неприятны. Те люди, которые нам приятны, которые соответствуют нашим ценностям, нашим убеждениям, нам с ними легко и все хорошо. Но свой жизненный опыт мы приобретаем об людей, с которыми нам сложно, и спотыкаемся мы на тех, с кем нам сложно, перекладывая на них ответственность, чувство вины, свое собственное. Поэтому я говорю именно о тех, кто позволяет нам совершенствовать свой нрав. А это те люди, с которыми нам сложно, которые нам делали что-то такое, что неприятно нашему навсу. Поэтому еще раз подумайте о каком-то человеке, от которого вам было внутри неприятно. Ага, и теперь постарайтесь его поблагодарить. Давайте думать, за что мы можем благодарить человека. За урок, который он нам преподнес. Точно за урок, который он нам преподнес. За что еще? Думаем, ага. Какие еще предположения? За что можно сказать человеку спасибо? За то, что он есть. Ага. За что еще? За его старания, за доброту. За что еще? Хорошо. За то, что мы назвали, за это мы всегда можем поблагодарить человека. Давайте это сделаем. Я уверена, что у нас получилось. А теперь давайте представим, может быть, вспомним мечту. Вот я думаю, что у каждого человека есть мечта, которая пока еще не осуществилась. И, возможно, это такая мечта, которую нам кажется невозможно осуществить. Есть? Есть такая? У кого есть мечта, которую хочется осуществить, но кажется, что это невозможно? Есть? Ага. У кого-то еще? Ага. 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 В отношении таких мечт Всевышний никогда не дает нам мысль, которую мы не сможем реализовать. Если нам приходит в голову какая-то совершенно фантастическая, неизбыточная, нереальная идея, Всевышний нам дает ресурсы для ее осуществления. Просто мы об этом обычно не знаем. Если мы продумаем ее хорошо и поверим в то, что это возможно, мы приложим некоторые усилия, то у нас обычно получится. Даже то, что сейчас кажется нереальным, фантастическим, совершенно невозможным, это невозможно для нашего человеческого разума, потому что он очень сильно ограничен рамками своей черепной коробки. А на самом деле у нас возможностей бесконечное количество по одной простой причине, что у нас есть Аллах Субханавту Али, которого мы всегда можем просить о помощи. А его ресурсы не ограничены ничем. И мы знаем, что его мы можем просить обо всем, кроме трех вещей. А эти три вещи касаются причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу. То есть ни своему, ничему другому мы не можем просить. То, что причиняет вред жизни, здоровью и имуществу. Все остальное у него можно просить, и он доволен нами, когда мы его просим, потому что тем самым мы показываем, насколько мы ничтожны в сравнении с его могуществом, насколько хорошо мы это понимаем. И он нам дарует по своей милости, по своему милосердию и потому, что он творец всего. Поэтому если мы сейчас вспомним мечту и на секунду себе на две, на три представим, что это реализовалось, то есть большая вероятность, что это в конце концов произойдет. И напоследок, я думаю, что мы успели вспомнить мечту, правильно? Успели? Аль-хамду-лях. И напоследок, давайте подумаем о том, что мы хотим пожелать себе, начиная с завтрашнего дня. Чего самого замечательного и прекрасного мы хотим пожелать себе, начиная, даже может быть, с момента здесь и сейчас, и в будущее. Попробуйте придумать как минимум пять пожеланий для себя. Самых-самых-самых. Получается? Подумали? Готовы? Дальше действуют. Отлично. И нам остается только сказать «Аминь». Давайте сделаем это быстро и громко. Аминь. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, Иши Корчайдина и Закова Харин. Огромная благодарность вам, что вы приехали к нам, выступили. Спасибо. Я хочу вам рассказать далее о наших партнерах немножко. Это Центр восстановления здоровья НАЗА. За хиджамой в Уфе. Это самая лучшая клиника, где делают и хиджаму, и массаж. Проводят различные процедуры. Ведут историю болезней. Отслеживают динамику лечения. Стоит также отметить приятную атмосферу для посетителей, которые могут попить чай из трав, отдохнуть после процедур и расслабиться. Как я уже сказала, в Центре проводится и хиджама, косметологическая хиджама. На лицо даже не делают. Капилляротерапия, карбокситерапия, массаж, аппаратная косметология, шугаринг, герудотерапия, фитобочка. Есть даже фитнес-зал. Парикмахерская стиль. Это, по-моему, единственная парикмахерская у нас в Уфе, где есть отдельная комната для мусульманок, то есть где мы можем прийти, спокойно снять платок и подстричься. Персональная прям комната для нас. Видите, как здорово. И кроме парикмахерских услуг у них есть также и маникюр. Здесь я бы хотела вам представить студию доступной депиляции «Сахар и воск». Это международная сеть студий доступной депиляции. У них можно также купить отдельно продукцию, то есть шугаринг, и делать процедуру самостоятельно дома. Также не забывайте, что у нас, как только поужинаете, можете пройти к выставке, которая в другом зале находится справа. Там представлены различные платки, палантины. Вот одни из участников – это платки от Иллюзии Гафаровой. Есть также палантины «Оптом из Турции» отличного качества. Пожалуйста, обратите внимание и приобретайте. «Натуральная косметика». Они не пришли, к сожалению, но можно их в группе журнала «Аиша» посмотреть. Ссылочки на них есть. У них очень классные шампуни без химии, без всего. То есть очень полезно для кожи лица, волос. Еще одни наши партнеры – это «Аромамьюз». 100% натуральные духи из настоящих эфирных масел терапевтического класса «Дотерра». У них новая коллекция мужских, женских и даже денежных духов. У них идет дегустация. Также в выставочном зале можно обязательно попробовать и найти свою нотку. Только что сейчас залипло, там очень-очень вкусные духи. И самое главное, что не без спирта, на натуральных эфирных маслах. Также у нас представлены черный тмин и различные изделия из тмина. Это производство, кстати, уфимское. Наш местный мусульманин делает потрясающую продукцию без добавления посторонних масел. В выставочном зале вы также можете ознакомиться со студией профессиональной ручной работы. Елена Черныш. Там также есть и натуральные камни, профессиональные. Елена Черныш, можете с ней познакомиться в выставочном зале. Она сама там выставляет свою продукцию. Она является профессиональным ювелиром. Состоит даже в гильзии ювелиров. У нее там представлены башкирские камни. Яшма, например, из Сибайского района. В общем, обязательно ознакомьтесь. Наш клуб Кеусар, клуб Добра и Рукоделия, это наши трудяги, которые на всех мероприятиях продают товары, которые и деньги, вырученные с этих товаров, идут исключительно на благотворительность. Поэтому, если вы хотите сделать доброе дело, можете у них что-нибудь приобрести и можете не переживать, ваши деньги уйдут в добрые руки обязательно. Да, хочется вспомнить такое не совсем радостное событие, которое произошло в Уфе. У нас наша сестра по вере столкнулась с очень такой серьезной болезнью, рак крови, острый лейкоз. Совсем недавно, на прошлой неделе, мы организовывали благотворительный вечер, чтобы собрать сумму ей. Сейчас она проходит лечение в Турции. И вот как раз-таки Клуб Добра и Рукоделия, Каусар, у них также есть благотворительный фонд, оказывает огромную поддержку нашей сестре. Сегодня у нас на мероприятии, возможно, вы видели, тоже в зоне ярмарки были вот эти потрясающие букеты. Вот они у нас здесь представлены. То есть это букеты, которые можно подарить, и потом их можно скушать. То есть они не завянуты, и не придется их выбрасывать в мусорку. Очень приятно и полезно. В зале для выставки также представлены украшения от зимфиры из витой медной проволоки в винтажном стиле, а также натуральные камни. Это стиль дворцовых украшений, и если вы хотите попасть в восточную сказку, то обязательно подходите к стенду. Есть также дубайское золото. Очень бюджетный вариант, также представлен в нашем выставочном зале. Доступные украшения из дубайского золота. Пожалуйста, подходите и приобретайте. Также выражаем благодарность нашему партнеру, это отелю «Шератон». Очень хороший отель. Обычно мы и в нем проводили мероприятие, но в этом году решили все-таки в государственном собрании. Но этот отель нас часто выручал. Да, не прошлые годы мы проводили форум женственности как раз-таки в этом отеле, и сейчас они нам оказали спонсорскую поддержку. Спа-салон Shine Spa, где можно ознакомиться с разнообразными массажными техниками. Хамам есть. Большой выбор ритуалов красоты, косметических и спа-процедур. В продаже есть натуральная линия Таласа и сертификаты фитнес-центра «Шератон». Московская компания, уникальная косметика ручной работы на основе воды «Замзам», которая лечит кожу у них. Теперь есть представительство у нас и в Уфе. Пожалуйста, тоже можете ознакомиться. Очень эффективная, качественная уходовая косметика. Ну и, конечно, выражаем благодарность отелю «Атола», который сейчас получил ребрендинг. Сейчас отель будет называться «Урал Тау», то есть приобрело наше местное название. Плюс хочу сказать, что это единственная пока что на сегодняшний день халяль-гостиница в нашем городе, поэтому не переживайте, кушайте, все халяль. Очень рады, что вот у нас теперь можно поселиться в гостиницу, где в номере есть «Намазлык» и, насколько я знаю, указатель «Кыблы». Нет? Ну, должен быть. Должен быть, да. Должен быть. «Намазлык» все. Есть. В общем, гостиница, которая действительно каждый раз идет к нам навстречу, любой каприз выполняет. Всегда очень приветливый персонал, огромная им благодарность. И сейчас для вас выступит Алия Абдрашитова с очень задорным танцем. И всех вас, я думаю, зарядит своей потрясающей энергетикой. Алия Абдрашитова 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Веладе, спасибо огромное. Мне кажется, такое же прекрасное будущее ее ждет, как ее маму. Миша-Аллах. Сейчас я бы снова хотела дать слово нашим гостям. У нас, прежде чем дать слово гостям, конечно же, хочется и наших уроков. Ухимских звезд пригласить на нашу сцену. Римма Батимирова, дизайнер и стилист компании «Мираль». Также хотела вас поприветствовать. Добрый вечер, дорогие девушки, женщины. Всем приятного аппетита. Все вкусно? Как настроение у всех? Не слышу. У-у-у, классное настроение. Аль-Хамду-Лля. Я хотела вас поблагодарить, что вы на самом деле нашли время, пришли сюда на это мероприятие, посидели на пленарной части, послушали наших спикеров, знатоков и пришли на наш торжественный ужин. Что я хотела сказать немножко? Я хотела сказать именно об женственности. Для каждого она своя. Каждый по-своему индивидуален. Но для каждого быть женственной, это значит иметь какое-то искусство. Например, искусство для мам. Это быть мамой. Вот она мама дома с детьми. Для кого-то искусство – это быть дизайнером. Для кого-то искусство – быть первоклассным водителем в такси. Классно, что у нас есть такси, где женщина ездит за рулем. И для каждого искусство своя. Она уникальная, неповторимая и индивидуальная. И каждый может проявляться так, как всем, как им нравится. И каждый может на этом стать еще более женственной и интересной. Я бы еще хотела вам рассказать именно о моем искусстве. Я сделала один такой прикольный, интересный ролик, который бы я хотела вам продемонстрировать. Вы посмотрели бы его. Как создается платье для Никаха. Такое уникальное, интересное, красивое, неповторимое. Это мое искусство. Я этим вдохновляюсь. Я живу этим. Я хочу одевать невесты, дарить им счастье. И чтобы они обязательно-обязательно были замужем. У них были свои мужья, которые их поддерживали. И были ответственны за них. Наш бренд именно над этим работает также. Прошу внимания. Спасибо, Римма. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаханум это уникально Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай Аллаху Та'ала вам всем такого имана крепкого, чтобы вам не нужна была косметика, чтобы ваши лица сияли нуром имана. Сегодня я чуть заболела, но не смогла не приехать, потому что те впечатления, которые на меня... То есть оставили след, встреча с уфимскими сестрами и вместе с рабеюль-Аваль. Такие приятные, такие гостеприимные, такие нежные, мягкие. Конечно, можно завидовать вашим мужям. Такие вы хорошие, такие вы красивые, такие вы с иманом. Потому что каждый человек дает оценку республике познакомим. С кем встретился, вот такая оценка всем даю. Мы даем очень хорошую оценку вам. Сегодняшние мажлицы, уважаемые сестры, во-первых, это мы следуем Слову Аллаха. Бисмиллаху рахману рахим. Ваатасиму бихабли Аллахи та'ала, ва ла тафарраку. Садкаллаху ладим. Всевышний Аллах в Коране говорит, вы объединитесь вокруг религии Аллаха и не разделяйтесь. Вот чтобы этого разделения не было, мы объединяемся и призываем других тоже к объединению. Пока мы объединяемся, пока мы вместе, мы спокойнее и мы сила. И еще мы следуем хадису пророка, который говорит, вы любите друг друга и проявляйте эту любовь. Живя в Дагестане же, мы не можем вам сказать, что мы вас любим. Но сейчас Аллаху та'ала дал возможность. И от всех женщин Дагестана я передаю вам искренний салам. И вот так они мне сказали, чтобы передали этот салам. И еще пророк Алейхи саляту вассалям говорит, один хороший мажлист смывает грехи тысячи и тысячи плохих мажлистов. Это значит, любая может сказать из вас, у нас не так уже много мажлистов бывает. Условием для мажлиста не является собирать столько людей. Если две женщины скажут о третьей, которой нет рядом, что-то, то, что у нее есть, это уже плохой мажлист. Пусть этот сегодняшний мажлист смывает все наши грехи, которые мы сделали тысячи... ой, в одном мажлисте плохом, чтобы вот таких тысяч и тысячи мажлистов, чтобы смывал сегодняшний мажлист. И еще, уважаемые сестры, нам было очень приятно. Столько вы делаете. Например, работая в отделе просвещения, я столько работы не делаю, потому что у меня направление только просвещение. А другими, которыми вы заняты, это уже отдельные структуры, они на себя взяли это. У меня только просвещение. И сегодня я была восхищена теми словами, которые сказала сестра Фатима. Ее я встретила еще в рабе Аволе, и так хотела, чтобы еще раз встретиться. На меня так сделало воздействие слова сестры из Крыма. Это как будто наш отдел, наша работница. Также и сестры из Кемеровской области, и сестры из Липецка. Нам бы их хоть на месяц в Дагестан работать вместе с нами в отделе давата. И та нагрузка, которую сегодня я тоже должна была нести на себе, с меня взяла и меня освободила моя коллега, которая является директором женского центра «Гидаят» наставление, Гамзату Апатимат. Вот такими должны быть сестры. Пусть всегда мы будем такими, как сегодня Апатимат была мне. И только все взялось меня, и вместо меня тоже и выступила, и поговорила. Все-таки приятно с вами было, и ждем других встреч. Мы будем приглашать вас в Дагестан. Пожалуйста, приезжайте. Будем рады, будем встречать. Будем вам и мавлиди организовать, и встречи организовать. Мы вам говорим, что мы гостеприимнее, а на самом деле это надо увидеть. Приезжайте. Всех благ вам, счастья вам. Пусть Аллаху Таалу смоет все наши грехи, которые были до сегодняшнего дня. Иншаллаху Рахман. Ассаляму Алейкум, Арахматуллахи, Баракат. Алейкум, Ассаляму, Арахматуллахи, Баракат. Большое спасибо. Сейчас, Фатима Хануму, мы хотели вам дать слова. Ассаляму Алейкум, Арахматуллахи, Баракатухи, Баракатухи, Божаймая, Сеустры, которые приехали из далеких городов. Аль-Хамдули-Лях. Наши уважаемые братья, которые сопровождали своих жен. Аль-Хамдули-Лях. Аль-Хамдули-Лях им тоже. Наши благодарности. Действительно. Ай-Шаха нам сейчас сказала. Аль-Хамдули-Лях. Наши Гульбека. Мне, конечно, вот мне самой, вот я, Аль-Хамдули-Лях, уже более четверть века работаю с женщинами. Вот как научиться у Гульбека улыбаться все время? Вот у нее вот действительно от пророка такая, ма-шалла, улыбка, да? Всех нас она озаряет, всех освещает и притягивается. Вот всю Россию сюда и притянула. Ма-шалла, ма-шалла, ля-куа-тилля-билля. Первое желание. Всем нам, иншаллах, крепкого имана. Бога боязнице, таква нам. Всем, всем. Второе желание. Уважаемые сестры. Пока у нас есть в руках Коран, больше считать нам всем Коран. Есть очень хороший тавсир Корана, четырехтомник на русском языке. Ибн Касир. Покупайте все, пожалуйста. Изучайте все, пожалуйста. Нам эта жизнь дана для того, чтобы нам изучать Коран. Иншаллах. Иншаллах. Первая наша забота. И передать это нашим внукам, нашим детям, нашим внукам. И передать всем нашим соотечественникам. Иншаллах. Очень хороший перевод. Это классический, не какое-то там направление. Это такой хороший перевод Коран и Ивн Касир. Аль-Хамдуллах. И любое наше дело, которое мы с вами делаем, если мы с вами совершаем пять намаз, это ради довольства Аллаха и хорошим намерениям. Если мы делаем, все наши дела, иншаллах, превратятся. Иншаллах, благо. Иншаллах. Много хорошего делается. Вот сегодня только упомянули нашу сестру Эльвира. Так приятно, что наши сестры, аль-Хамдуллах, заботятся все. Аль-Хамдуллах, стараются. Аль-Хамдуллах. Аль-Хамдуллах. Это насколько надежду возлагают. Потому что как раз в дружбе, в помощи друг другу, это наши силы. Иншаллах. И, конечно, первые наши сказали обязанность. Я уже выступала, там у нас немного оставалось участниц. Значит, первое, если обязанность, это наша связь со Всевышним, с изучением Корана. Второе, это нрав пророка, саллаху алейхи ва салям. Это насколько любое наше дело, если мы делаем, как это он делал, как он кушал. Вот, пожалуйста, суннет. Как он выходил из дома, пожалуйста, значит, суннет. Все наши дела мы можем превратить в поклонение, если мы будем изучать сунны пророка, саллаху алейхи ва салям. И это превратится на такое благое и, конечно, желание. Действительно, было на такие искренние выступления, масшаллах. Про Дагестан уж особых очень хотим сказать. Вот, на Иляханблах, мы только вот были в начале лета в Дагестане. Такой хороший фестиваль там был. Масшаллах, собрались со всего Дагестана, масшаллах. Это для нас было показательно. Альхамдуллях, благодарим. Очень хороший маулет проводили. Самый лучший маулет был в Дагестане. Он в переполнении, зал был настолько эмоциональный. Масшаллах, баракаллах. Вот так мы друг друга должны обогащать, помогать. И друг друга, значит, в хорошем. Действительно, Всевышний нас создал для того, чтобы мы узнали друг друга и хорошие, брали себя друг от друга. В этом как раз и смысл жизни нашей. Альхамдуллях, Альхамдуллях, Альхамдуллях. И, конечно, пожелания. Действительно, этот форум был намного, намного по-моему. Вот специально до конца я слушала внимательнее все выступления. И действительно, намного выше. Хорошие выступления, искренние выступления. Действительно, наши сестры хотят изменить, иншаллах, наш мир в лучшую сторону. И, иншаллах, с помощью Аллаха мы это сделаем. Дальше дерзать вперед всего самого хорошего, самого лучшего. Саляму алейкум, рахматуллах и баракалу. Спасибо. Рубика, представишь еще гостей наших? Да, да. Я бы хотела, чтобы у нас выступила Наталья, руководитель департамента духовного управления мусульман Санкт-Петербурга. Смотрите, какая девушка, мошаллах, да? Я когда ее увидела в Москве, я вообще обалдела, конечно, от счастья. Она замужем, у нее все хорошо, мошаллах. Самое главное, да. Я, пожалуйста, очень буду радость нам скажешь. Спасибо большое. Саляму алейкум. Очень приятно всех здесь видеть. Очень приятно было получить такое теплое приглашение. Просто когда получаешь приглашение от Гульбики Ханум, такое ощущение, что ты становишься звездой, потому что она с каждым общается, как будто бы ты самый лучший, самый главный человек на этом свете. Вот, это очень приятно. Я просто вижу, как она общается со своими девочками, со своей командой, с гостями, с участниками. И это просто замечательно. Спасибо вам огромное. Мне кажется, что сегодня на этом мероприятии каждый себя почувствовал самым лучшим, среди лучших всех. Аль-Хамду-Лля. И эту энергию каждый понесет туда, где он находится. В свой дом, на свою работу, в свое общество, где он проводит время, встречи и так далее. Вот, я надеюсь, что это все будем мы хранить долго-долго, все эти впечатления. Спасибо вам огромное. Всем девочкам, спасибо за замечательную экскурсию, которую мне вчера провела Гузели. Я просто как будто бы попала в такую зимнюю сказку. Такой снег был, такой мороз. Маш-Алла. Мы из своего серого, ну, очень красивого Петербурга сюда приехали. Вот, и спасибо вам огромное. Аль-Хамду-Лля. Спасибо огромное еще раз. Спасибо. Вот такие мы все друг у друга есть красивые, нужные, важные. Аиша Назыпова, тебе слово из города Казани. Какого? Города Арск. Арск. Из города Арск. Дело в том, что Аиша Ханума вообще уникальная женщина. Она мне составляет родословную. Если кому нужно, она так докопается, знаете, до самого первого колена, которое есть вообще у кого-то. Да, я очень благодарна, что ты приехала. Спасибо. Саляму алейкум. Архмадлаву, бракетах. Конечно, до первого поколения это немножко преувеличение. Это теоретически и вообще невозможная вещь. Если только так. Меня зовут Аиша. Я приехала из города Арска. Это республика Татарстан. Это родина татарского языка. Это родина Габдуллету Кая, конечно же. Я в первую очередь мама шести детей. И только после всего остального я педагог, психолог. И можно много всего называть. Сегодня было очень много рассказано о детях, о воспитании, о женственности. Но мы всегда забываем, когда же начинается воспитание детей. Воспитание детей начинается не тогда, когда он появился у вас на руках. Тогда мы начинаем уже перевоспитывать того ребенка, которым мы воспитали. По исламу воспитание ребенка начинается с того самого момента, когда девушка и парень делают неяд, заключить никак и познакомиться с девушкой. Именно со знакомства и начинается воспитание. Так как выбирая себе мужа, мы выбираем не любимого для себя, а отца для своего ребенка. Того, кто станет примером нашему ребенку. Выбирая себе жену, мы выбираем нелюбимую себе женщину. А мать своих детей. И именно она воспитает наших детей. Дальше, второй этап воспитания – это та пища, которая попадает в организм женщины, в организм мужчины до зачатия ребенка. Третий – это тот халяль, который их будет рядом окружать. Дальше, во время беременности, то, что будет есть женщина и мужчина уже во время беременности. И после того, как мы родили этого ребенка, мы начинаем заниматься его перевоспитанием. Все то, что мы не смогли заложить в него до этого момента, мы будем все свои ошибки исправлять дальше. Забывая вот этот момент, мы потом и начинаем плакать, и начинаем говорить, как воспитать ребенка. А надо говорить не о том, как воспитать ребенка, надо говорить о том, как его перевоспитать и переделать под то, что мы хотим. Ну, наверное, это все. Ассаляму алейкум. Большое спасибо Аишна Зыпова. Наши гости из Арска. Альфея Ханум Зиганшина. Очень хочется вам дать слово приветственное. Наши гости из Тюмени. Это Альфея Ханум Зиганшина и Ильдар Хазрат. Альфея Ханум. Еще раз добра вечер всем. Приятного аппетита. Алло, слышно? Все сидят, улыбаются. Вот так приятно всех смотреть. Все счастливые, благополучные. Ну, что сказать. Я очень рада, на самом деле. Еще ближе надо, да? Вот так, да? Я на самом деле очень благодарна. Я уже сегодня говорила Всевышнему за то, что дал такую возможность приехать, посетить город Уфа, Татарстан. Ой, башкирия, я уже все волнуюсь от волны. Вот, ну, хочу поблагодарить вас, всю вашу команду и Гульбику Ханум. Да, вот. Большое вам спасибо. И ждем вас, как сказать, ждем приглашения от вас еще снова и снова. Спасибо. Я думала, вы скажете, ждем вас в Тюменье. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ильдар Хазрат, может быть, вы тоже скажете свое приветственное слово? Альфия Ханум разволновалась? Басмена рахмана рахим. Да, Альфия Ханум неожиданности, это как-то заволновалась. И вообще, как бы, первый раз на таком мероприятии выступает. И когда стоял вопрос о ее выступлении, она говорит, выступать не буду. До таких тонкостей у меня, говорит, рука отнимается, там нога отнимается. И даже уже это хорошо, что она приехала, решилась на это. И я сказал так, я говорю, Альфия, не выйдешь сегодня, через 15 лет тоже не выйдешь. Вот, все, кто здесь работает, они уже не первый раз. И я уверяю тебя, что у всех так же, первый раз было так же очень... Да, вот, все волновались, поэтому ничего страшного. Будешь, говорю, отпираться, сам вытолкну. А всем объясню, почему. Ну, шучу. Такие мероприятия, на самом деле, помогают нам всем подниматься. Такие мероприятия дают очень много заряда, дают очень много того, что вот у нас нет. И мы вместе приходим потихонечку к той истине, которую все проявляют в своих намерениях после 70-летнего государственного атеизма, прийти к такому обществу, которое бы на основе благовоспитанности было бы благополучным. Поэтому мы с радостью и с благодарностью относимся и благодарим Аллаха и через них тем, которые провели это мероприятие. И молим Аллаха, чтобы он и дальше давал возможности такие проводить мероприятия. И на самом деле, и здесь я воспользуюсь это, скажу так, моя старшая сестра Зиганшина говорит, надо и в других регионах. Вот, я думаю, опыт тут, который проходит в Уфе, надо распространить и по другим регионам. Аминь. Аминь, иншаллах. Кстати, у нас вот Челябинск как-то перенял наш опыт, и мы тоже нас приглашали, и в Челябинске тоже был форум женственности. Я сейчас хотела бы предоставить слово нашей гости из Крыма. Зайна Баировой. Самый, наверное, дальний регион нашей страны, теперь нашей страны. Огромно благодарна, что преодолели такое расстояние, приехали к нам. Говорят, выступление ваше было до слез. Как мне жаль, что я не услышала, но, надеюсь, кто-то снял. Зайна Баирова. Спасибо большое. Мы сегодня очень много говорим о разных вещах, о теме женственности. Я чувствую, что многие подустали о серьезных вещах говорить. И вот хотела бы прям пригласить сюда Гульбику Ханум, вот прям пригласить громко-громко. Потому что очень хочется сделать ей небольшой подарок. Потому что обычно люди дарят подарки на день рождения. Но для людей, которые вдохновлены великими мыслями, день рождения – это день рождения их проектов. И сегодня вам 6 лет. Гульбика Ханум. Я бы хотела, чтобы вы приняли от мусульмана Крыма вот такой вот символический подарок. Как ваша душа пожелает. Хотела бы, кстати, еще отметить, что на этом головном уборе, а у крымских татар этот головной убор называется фес, изображена буква «Вау». И я знаю, что Гульбика Ханум у нас улавливает очень глубокие мысли, очень простых вещах. Поэтому основной подарок несет посыл – это буква «Вау». Буква «Вау» в суфитской традиции символизирует покорность Всевышнему. Она помогает увидеть в букве образ, первый образ сотворения человека в чреве матери, который никогда не забывает, не дает забыть нам то, откуда мы родом, кто мы на самом деле и в каком положении перед Всевышним должны быть мы всегда. Пусть ваша жизнь будет как буква «Вау» покорности Всевышнему. Спасибо. Я вас очень люблю. Спасибо за внимание. Очень благодарна, спасибо. Хотелось бы все-таки еще раз сделать такую точность. Хозяином нашего форума женственности является Центральное Духовное Управление Мусульман России, наш Муфти Хазрат Алгат Сафат Аджудин и Мухаммад Хазрат Аджудинов. Он меня выслушал, он все сделал, все как положено, и вот поэтому мы здесь, и у нас все с вами хорошо. Хорошо, поэтому хотелось бы все, чтобы мы помнили, что у нас есть вот такой наш уникальный лидер. Мне даже находиться на его работе, где он есть, я его не вижу, но я чувствую его, вы понимаете? Этого человека чувствуешь за версту, понимаешь, что он сейчас на работе. Это уникальная энергетика. Даже когда он проходит, знаете, люди дребезжат, то ли от уважения, то ли от страха, непонятно, но люди дребезжат. И главное, все сидим, когда, да, и когда он проходит Муфти Хазрат, все встают, да. А я же думаю, ну я же все-таки женщина, что я думаю, вставать, что ли, мне тоже? Вы знаете, я сижу, я сижу, но я сижу с уважением, да, с дребезжанием, но встают мужчины, встают мужчины, да. Вот такое вот, так вот мне повезло, вот такая я счастливая, что я считаю, что когда придет время, мы будем думать, мы будем очень счастливы, что мы современники этого великого человека, вот. Поэтому помните, пожалуйста, что это все наш замечательный человек. Спасибо огромное за вот это вот, мне хорошо, да? Спасибо. Спасибо. Идеально. Пользуйсь случаем, тогда я что-ли что-нибудь расскажу, да? Да, как раз-таки хочется, чтобы... Да, вроде же люди наговорились, люди успокоились. Основной десерт, это у нас Гульбекаханум, да. Да, люди же молчат немножечко. У нас еще рататуй есть, да? Да. А, это был рататуй? А, у нас это был рататуй, очень хорошо. А что у нас еще будет? Чай будет? Будет десерт, да. У нас десерт еще будет, товарищи. Сейчас у нас готовятся к отъезду город Липецк. Аиша, Татьяна, они уже ушли, они уже готовятся к выезду. Вот так вот Аллах открывает сердца. Я приехала в город Москва, на международный женский клуб Аиша пригласили нас. Да? Ну, как всегда, Инда, я ходила, улыбалась, радовалась. Аишу я очень вдохновила этим самым, Татьяну. И вот она пригласила меня в Липецк, мы там провели форум женственности. Это было уникально, потому что там было очень много еврейских женщин. И они как выступили, и я думала, как не форум женственности, знаете, как еврейский форум вообще. Их было две женщины, но они создали такую колоссальную энергетику вообще. И они сказали, поблагодарите нашу Сару, что у вас появилась Хаджар. И, в общем, это было нечто, да. Город Тюмень, Альфиаханом с Эльдар Хазратовым, это для меня родные люди, наироднейшие люди. Мы с Гузели и к ним приехали провести этот форум, провести тренинг. Это было бесценно. Это были бесценные минуты, часы, дни. И это все пройдет. Это все пройдет, и все останется в воспоминаниях. И, иншаллах, в судный день мы встретимся, да. И пусть, когда мы встретимся у нас за глазами, не будет никаких слов, не будет фальши, не будет лжи, а будет только одна красивая правда, добрая правда. Ложь, это старое русское слово означает разложение. Разложение. Труп разлагается, и, соответственно, здесь тоже разложение. Разложение правды. А правда, она приходит как поток, и она утверждает человека. Она укореняет человека, заземляет человека. Правда успокаивает человека. И это большая ценность находиться в правде, находиться не во лжи. Вы знаете, у меня такая секция была «Женственность-формула успеха». И вышла девочка, выступала на тему успеха. И она рассказывала нам, я так показала, что она как будто утверждает сама себе, да, что вот тот успех, который нам пропагандируют, да, якобы это обязательно какие-то бренды, обязательно что-то такое очень дорогое, обязательно что-то очень яркое, пафосное. Но по факту мы понимаем, что это не так. Правда, она не блестит. Она окутывает настолько, да, она в пространстве за несколько сотен километров. И поэтому она, правда, очень реагирует. Правда, очень... Она останавливает ложь. И переходит такая, становится перезагрузка. Человек обновляется, освежается. И поэтому большое счастье находиться в пространстве человека, который в правде. Это уникально. Вот. Тема «Правда» — это, безусловно, уже второстепенная, как тема чувства... Понимаете? Который человек не может быть в правде, у которого есть чувство превосходства. У которого человека есть чувство превосходства. Который весь гордыня. Она самая родненькая. Мы недавно только здесь собирались. У нас был благотворительный вечер. И я очень много говорила про гордыню родимую, которая так будоражит. И которая неубиваема, вы понимаете, товарищи. Это уникально, да. Она восстает из пепла. Казалось бы, уже тебя... Уже унизили. Уже вообще шайкап тошлагамски. Уже ничего не осталось. А это гордыня. Это уникально. И как где-то я прочитала, гордыня для кого-то это лошадь, на которой он сам едет, скачет и доскакивает до милости Всевышнего. Или он ее кормит. Кормит до такой степени, что эта лошадь в итоге давит самого человека. Вот. Я настолько... Для меня это настолько волнительно. Знаете, я так готовилась. Были какие-то, естественно, нюансы в подготовке, в организации, да, этого форума. И я долго думала, почему же я его делаю? Когда сталкивалась со сложностями, думаю, зачем я это делаю? Шестой год подряд. Казалось бы, был юбилей. Мы проговорили. Мы в Тихо Азра так много красиво говорили. И думаю, может быть, надо было на юбилей завершить. И вот Зайна Абханум, вот вы сегодня выступили, и вот вы прям мне сказали, прям так мне сказали, аж в сердце. И Зайна Абханум сказала, если Аллах тебе дал, да, вот это вот умение вдохновлять, да, ну все, товарищи, алга, как говорится, да. Я иногда думала, что, а может, ну не надо это вдохновение людям, потому что сейчас люди как бы сами о себе, но умея сами, столько тренеров, коучеров, столько всего книг, да. Но если Аллах дал, вот каждому, это так потрясающе, каждому Всевышний дал какой-то, какой-то свой талант. Аллах дал тебе талант, и на этом же таланте ты зарабатываешь, вы представляете? Аллах дал талант, и на нем же позволил зарабатывать. Это потрясающе, это потрясающе. А когда ты можешь заработать на таланте, который тебе, ну талант, это уж что-то бигрек, нескромное слово, да. Ну давайте, какая-то возможность, да. И когда вот эта возможность имеет право засверкать в человеке, только тогда, когда кто-то позволил себе ее признать. Вот эта вот тема признания, она так глубока, и в ней так мы нуждаемся. 21 век, 81 век, какой бы ни был век, мы будем нуждаться в признании. И поэтому так важно человеку сказать, какая ты красивая, какая вы мудрая, какая вы великая. Это же потрясающе. И человек будет... Вот это есть правда, и она так, знаете, она так обрубает ложь, ложь растворяется, и в систему приходит вот эта вот вкусно пахнущая, ароматная правда. Это как ароматная долина из чабреца, да. Она так поительно манит, упоительно, и поэтому здесь то же самое. Вот. А вообще я специалист по женскому счастью. Я умею в любых обстоятельствах быть счастливой. Я научилась, товарищи. Конечно же, я не умела, я научилась. И я себя привела к этому знаменателю, что бы ни случилось. И я считаю, что это наша обязанность, мусульманок, да, потому что на какое бы, что бы с нами ни случилось, аль-хамду-ли-ля, как же можно сидеть, обсуждать, осуждать. Это очень некрасиво, это опять-таки, вот она пошла фальшь, пошла ложь. Как я своим девочкам говорю, всегда вкусно пахните. Пахните не парфюмом, как оказывается, действительно, слово духи. А слово духи, представляете, да? Поэтому не рекомендуют вот этим мазаться. Вот. Надо пахнуть, пахнуть ароматной правдой. Вот этим вот вкусностью. Вот этим вот свежестью мыслей, светлыми мыслями друг от друга. Это так классно. И когда мне девочки иногда, вот знаете, так хочется в кризисный момент на кого-то все свалить, кого-то все отругать, на кого-то хочется все, это вот она, ты знаешь, это все она, ты знаешь она и она. И вот здесь так важно остановиться. Хоть кто-нибудь, чтобы остановил. Вот это вот очень мощный момент. Знаете, женщинам остановиться в обработке данных о другой женщине. Вот здесь главное остановиться. И подумать, и сказать, признаться себе. Я же тоже, у меня что же такое бывает? И что же так могу? Еще как могу? Еще даже хлеще могу? И вот это признание, да? Признание, что мы, это вот слово позволь себе. Когда ко мне мужчины приходили раньше на сватовство, и когда они уже были женаты несколько раз, они ко мне приходили за 55-й женой, не по факту, а в наличии, да? И они говорили, когда-нибудь я уже найду какую-нибудь нормальную женщину. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто по-вашему идеальный муж? Я у него спрашиваю, мужчина. И он отвечает, и он говорит, я должен купить то-то, то-то, то-то. А я говорю, а можно я скажу? Он говорит, скажите. Я говорю, идеальный муж тот, который позволяет своей женщине тупить. Тупить. Это для нас такое счастье, потому что мы очень иногда вот в этом состоянии бываем, и это признание, когда муж тебе говорит, мужчина говорит, ты сегодня хочешь быть глупенькой, да? Ты сегодня хочешь быть неумной, да? Ты сегодня хочешь немножечко что-то не то, да? И вы говорите, да, я так хочу сегодня. Уже счастье, уже радость. И вот если мужчина позволит, это знаете, какая сила нужна мужчине, позволить своей женщине быть глупой. Потому что в наше время мужчины очень рассчитывают на женщину, я с ними согласна, потому что мы показали себя с настолько мужественной стороны, что мужчина, он уже делает планы, и он уже рассчитывает на женщину. Он рассчитывает, даже он сейчас бизнес какой-то ведет, он думает, сейчас вот это, вот это, так, если у меня не получится, значит она мне вот это, вот это. И если здесь не получится, то тогда мы будем жить на нее, ля-ля-ля-ля. И это нормально. Вот такой у нас век. И вот действительно, сейчас муж и жена это партнеры. Это такая, это такая главная, такая крутая поддержка. Как говорит муж Тихазрат, я даже не знала, есть такой хадис, что когда женщина помогает своему мужу деньгами, она в раю строит мечеть. Почему бы не помочь? Кто-то сегодня говорил про помощь. Вы говорили, помогать мужу. Вы вообще сегодня все гениально говорили. Я вас цитирую. Все это ваше, вы говорили, да. И вот у нас почему-то молодые юные девочки выходят замуж и так хотят, чтобы никому ничего не помогать, чтобы все, мне, мне, мне. Это как ему в фильме, хочу, хочу, хочу. Все мне, мне. Здорово, конечно, товарищи, но не сразу. Особенно молодая, юная девушка выходит замуж и говорит, так, значит, давайте мне вот это, вот это, вот это, естественно, мужчина сейчас, товарищи, мужчина, огромный выбор вообще, надо всегда это понимать, да, и поэтому надо и плеб, аккуратненько, очень скромненько. Это уже через 10 лет можно у мужа просить все. Он тебе все возьмет, он тебе все купит от благодарности, что ты 10 лет молчала. Это вообще, это весь мир к вашим ногам. Но 10 лет молчать мы не можем, поэтому полмира. Кто еще мало может, чуть-чуть еще меньше половины мира. Но самое главное, научиться молчать в кризисные обстановки, в кризисные моменты. Когда у мужа очень-очень стресс, да, когда у него все не очень сработало, он пришел, он говорит, на-на-на, там, у меня иногда муж приходит, он говорит, все, все, у меня все, он говорит, все, ничего не получается, все. Я говорю, альхамдали, ля, какое счастье, он думает, конечно, в этот момент он очень злится на меня, он не понимает, что я, он вообще думает, в этот момент, конечно, он вот с такими шарами, он мне не верит. Он говорит, что ты радуешься, что ты радуешься. А я говорю, у меня есть возможность отработать свою женственность в стрессовых ситуациях. Благодарю тебя. Это же круто. Это же только временно. Это же все временно. Вот эти вот, вы знаете, я обалдею, конечно, по этим ведическим женщинам, они настолько выучили вот эту, вот эту матхару, вот эту вот, или что там забыла. Там здесь сказано, что что бы ни случилось в семье, это кризисный момент, и он пройдет. И там постоянно это указано, это пройдет, пройдет, пройдет. А мы думаем, что это на всю жизнь. Почему мы так думаем, товарищи? Одна какая-то мелкая кризисная ситуация, да, и все, у нас все, товарищи, мы вообще, мы прям падаем. Все, уходи, у нас с тобой ничего не получится, все, ты не мой, я не твоя. А они говорят, подождите, зачем вы так, типа, вы так мало, это же всего лишь кризисное время. Я восхищена, конечно, вообще, как они так поняли? Вот, почему мы не поняли, конечно, очень, но я думаю, что сейчас век, век мудрости, век знаний, век вежественности. И поэтому, конечно же, я хочу на следующий год, иншаллах, к хазрату подойти и обозначить год поддержки мужей. Я думаю, что он защитой мужей. Год защиты мужей. Да, он поддержит. Хотя он, да. Вот он, когда я говорю, что надо все мужьям, мужьям, он говорит, это мужья тебе должны. То есть муж вам должен. Вот он молодец. Он всегда держит вот эту позицию мужественности. Уникальный человек, опять-таки. Вот, год поддержки мужей. Товарищи, будем беречь мужчин, потому что мы рожаем, мы априори сильнее. Априори. Если мужчина испытает хоть половину сватки, он сразу же, он не выдержит. Однозначно. А мы рожаем, мы нам легко. И поэтому у нас есть эта сила. И вот мы эту силу вкладываем в построение бизнесов, в построение девятиэтажных домов. Мы сами кладем асфальт, мы сами делаем котлованы. В общем, зачем? Зачем? Вот здесь очень важно не побежать впереди мужа. Да? Вот это вот остановиться и сказать, или его подогнать, давай, 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 да? Или сама посидеть, песни попеть, я не знаю, что-то поделать, но где-то вот остаться хотя бы, остаться здесь вот, на своей позиции женской. И мужчина будет очень благодарен. Я всегда говорю, дождитесь времени, когда мужчина станет вам благодарным. Они очень умеют быть благодарными. Я вам этого желаю. Пусть каждый из нас увидит благодарность от каждого человека, от любимых, от близких, от дорогих нам друзей, соратников, соседей, в общем, всех-всех-всех. И я сейчас живу вот с такими постулатами. Доброта, любовь, честность. Я забыла, какие у меня еще постулаты были? Искренность. Да, еще что-то говорила. Правда говорила еще. В общем, вот такие вот очень мощные постулаты, очень простые. Любовь говорила, да. Поэтому самое главное принимать провокацию, понимать, что она не от того, что человек хочет тебя спровоцировать, а просто из тебя фонит та боль, которую провоцирует тебе человек. Если у тебя есть провокация, значит, ты должен это принять, трансформировать и выдать. Ты сделал мне больно. Или ты сделала мне больно. Наверное, ты не хотела так делать. Но ты сделала. Я благодарю тебя за это. Я не хочу сейчас на тебя кричать, так как ты на меня кричишь. У нас есть с тобой возможность конструктивно поговорить? Нету, да? Ну хорошо, тогда кричи, делай мне больно. Только мне очень больно. И рыдайте. Рыдать надо профессионально. Я учила на вебинарах, как надо плакать. Да, у меня 27 декабря состоится семинар на Пушкина. Вы что, уже уезжаете? Я сейчас к вам поднимусь. Стойте, пожалуйста, возле ресепшена. Нет, здесь. Стойте. 5 секунд. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вот. 27 декабря у меня будет перезагрузка для замужней и незамужней. Значит, вообще я его назвала утомленная мужем. Кто утомился мужем, кто утомился поисками мужа, добро пожаловать, девочки. Сделаем вам порядок в вашей голове. Будете сиять, благоухать на благо всем. Я благодарю еще раз вас. Благодарю за внимание в моих сердцах. Благодарю, что вы мне позволили попасть в ваши сердца. Спасибо. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. На этом наша программа заканчивается. Пожалуйста, вы можете... Сейчас я завершу. Инстаграм, сами понимаете. Всем хорошего вечера. Благодарю всех присутствующих, всех, кто пришел, всех, кто разделил с нами сегодня этот форум женственности. Ассаламу алейкум. Ворох Макалайхи ва баракетуху. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...